И в нынешнем году зарегистрировались 33 453 участника, что почти на 5000 больше, чем годом ранее. Всего в этот раз было проведено 1222 толоки. Общими усилиями очистили от мусора 242 подвала, благоустроили 205 бань и создали условия для биоразнообразия на 151 пришкольном участке. Поскольку в сотрудничестве со спасательным департаментом работаем уже много лет, мы привлекали внимание в том числе к теме безопасности. Одно дело – это просто вынести хлам, но гораздо важнее или не менее важно проверить проводку, проверить водную безопасность, потому что у многих бань, например, есть пруды рядом. Больше всего толок состоялось в Харьюма и Таллине, где в 306 толоках участвовали 11 062 человека. Этим летом мы постараемся организовать специальную кампанию, чтобы обратить внимание на окурки и клочки бумаги, и пойдем убирать остановки. Хорошо было бы, чтобы ты убрал один раз, и больше никто ничего не кинет, но хотя бы на время мы место приведем в более лучший вид. Хорошо, что есть много рук, и мы надеемся сегодня все убрать. Наши жители становятся более активными в этом вопросе. Они выходят, убирают различные места, начиная, я говорю, от Астангу, заканчивая Какуме и также Вайку Исме. Среди участников толоки были и иностранцы, и недавно прибывшие к нам из Украины беженцы. Ходить по берегу моря и наступать на стекло или бумагу, это тоже же все разлагается. Не должно так быть. Я участвую в общеевропейском проекте «Сделаем» и пришел сегодня очистить берег от мусора. Считаю, что для окружающей среды это очень важное дело, и мне очень интересно участвовать. Весенние мероприятия, проходящие под девизом «Сделаем» можно регистрировать и регистрироваться в них до конца следующей недели. Лентровская, Андрес Лайго, Новости Таллина.